Здравствуйте! Как обычно в это время место встречи на телеканале «Губерния». Почти каждый крупный город стремится добавить слово «столица» к своему названию. Третья столица, запасная столица, столица шоколада. И только города наподобие Новокубжска не стесняются своего провинциального статуса, что не мешает таможенному Новокубжску обладать драматическим театром высочайшего класса. Добрый вечер, Денис. Добрый. Я не случайно сказала, что театр признан и на самом деле является театром очень высокого уровня. Для этого у вас есть не просто внутренние ощущения, но реальные доказательства. Ведь правильно? Театр не единожды уже становился призером. Давайте расскажем об этих ваших достижениях с самого начала. Как это случилось? Ну, здесь все так случилось очень неожиданно, честно говоря. Потому что вот два года назад, в июне 2012 года, вышел мой первый спектакль, который я поставил в этом театре «Фрёкин жули» по Августу Церинбергу. И осенью я подал заявку через Михаила Михайловича Бартенева, подал заявку на участие в фестивале «Мало городов России» в городе Пятигорске. И уже, можно сказать, забыл про это. И весной, в начале марта или в конце февраля, позвонили и сказали, что мы попали в этот фестиваль. С этого фестиваля все, собственно говоря, и закрутилось, и началось. Мы были на этом фестивале, получили и премии «Спектакль», и актриса получила, и главные роли, и роль второго плана. Потом мы осенью поехали на фестиваль «Реальный театр». Нас пригласил Олег Семенович Лаевский на «Реальный театр» в Екатеринбург. Вот как раз поездка в Екатеринбург у нас состоялась благодаря тому, что мы первое выступили на фестивале в Пятигорске, нас там заметили, а второе, потому что Николай Иванович Меркушкин, потому что я подал заявку, написал, потому что нам не на что было ехать. Мы съездили в июнь, мы не планировали ехать в сентябре. Я написал губернатору, потому что Ольга Васильевна в тот период была в отпуске, я написал губернатору, помогите, пожалуйста, съездить на фестиваль «Театр». На удивление, я не думал, что получил ответ. Получил ответ буквально через две недели о том, что, пожалуйста, мы вашу просьбу удовлетворяем, обратитесь в Министерство культуры, там уже все это рассмотрено. Мы обратились, нам помогли реально деньгами съездить на этот фестиваль в Екатеринбург, за что очень благодарны. И после этого мы поехали в город Лысево-Березники с фестивалем эту осенью, потом был следующий фестиваль в Москве, потом фестиваль уже в Коломне в этом году. Но, в общем, цепочка такая идет. И сейчас следующий фестиваль, на который мы едем, мы едем на фестиваль Олега Янковского в Саратов в ноябре с двумя спектаклями «Постскриптум» и «Волайсел при Яслях». Почему в Саратов? Потому что у них фестиваль Янковского, такой интересный замысел это фестиваль, что приезжают те театры, где работают выпускники их театральной школы. Если говорить о фестивале «Мало городов России», да, небольших, а, допустим, реальный театр, который проходил в Екатеринбурге, так там со всей России, Москва и Питер, и масса городов, там нет у них какого-то регламента, что участвуют театры именно из маленьких каких-то городов. И что здорово, вот и на «Реальном театре», и «Мало городов России» потрясающе, что разрешают присутствовать на фестивале на протяжении «Реальный театр всего фестиваля». И Пятигорск, вот где мы были, «Мало городов России», тоже есть возможность не только показать себя и увидеть спектакли, но еще есть такая очень важная составляющая, как внутренняя аккумуляция, потому что ты когда в частной беседе разговариваешь с другими режиссерами, актеры разговаривают с другими актерами, они как бы узнают климат творческий в театрах, в области, в городе, и какое-то есть понимание, где ты находишься, на какой ступени развития находишься ты и тот театр, в котором ты работаешь, живешь. Вышла в Анечке на крылечко красный весной. Ой, хорошо-то как! О-о-о, солнышко сияет, о-о-о, травка злиней, хе-хе-хе, цветочки цветут, птички поют, хорошо-то как! И вдруг слышал... Уж ты, Настя, Настенька, походочка счастья не про, шалочка пуговая, Настя черногровая, как выходила Настенька, на ног крылечушка, говорила Настенька, ласково-словечушка, даль моя долинушка, рощица зеленая, рощица зеленая, белка посаженная. Еще один вопрос, мы об этом, по-моему, как-то раз уже беседовали, вот на самом деле, вот об этом театральном снобизме, насколько вот он сейчас все еще существует, ощущение того, что по, наверное, по прессе, если не смотреть местные каналы, то получается, что за пределами МКАДа или там, второй северной столицы нет никаких событий, нет театральной жизни. Вот есть ли это, на самом деле, у столичных актеров, когда вы приезжаете, сталкиваетесь с этим, опять же, критиков? В фестивале, куда мы ездим, куда нас приглашают, их возглавляют и на них являются критиками те люди, которые как раз очень широко знают театральную Россию. Они ее любят, они ее уважают, они ее как бы продвигают, ну, грубо говоря, и рекламируют для всего театрального сообщества. Поэтому они относятся очень с пониманием, очень с интересом, и для них мы не являемся каким-то таким экзотическим зверьком, где которые, да, как там где-то существуют, а что это такое, с чем его едят. Что касается актеров, которые приезжают на фестивали, то в основном получается, что это в форме гостевых спектаклей. А так как это гостевые спектакли, то они приехали и уехали, они не аккумулируют вот именно в каком-то вот этом вот общении. А общаемся в основном вот масса, там Магнитогорск, и Екатеринбург, и Нижний Новгород, и Глазов, и так далее, и так далее, так далее. Театры, которые дружат из фестиваля в фестиваль, которые перемещаются, которые как-то, наверное, больше знают обо всей театральной России, чем московские знают эту же самую ситуацию, потому что отсюда как-то больше угол зрения. Поэтому я не скажу, что какой-то там дискомфорт испытывается или как-то там обращаются плохо или с пренебрежением относятся. Нет. Мы просто немножко дистанцированы друг от друга. А откуда рождается вот это ощущение уверенности в себе, что вы не бедные родственники, которые приехали из провинциального города показать себя? И это должна быть какая-то внутренняя уверенность, качество спектаклей или атмосфера внутри театра. Опять же, что нужно для того, чтобы весь театр, вся труппа была абсолютно уверена в себе? Или это победа на фестивалях? Что дает такую уверенность? Факторов много, но самое главное, вот мне кажется, то, что мы придерживаемся в театре, мы честно относимся к тому, что мы делаем все. То есть мы все вместе и собираем спектакли, монтируем, и размонтируем, и готовим к спектаклю, и играем. То есть как бы есть тот ансамбль, и когда ты понимаешь, что ты относишься к этому честно, с полной отдачей, нельзя нравиться всем. Естественно, кому-то нравятся спектакли, кому-то не нравятся спектакли, кто-то с критикой, ну и так далее. Но самое главное, что ты понимаешь, что ты это делаешь честно, занимаешься саморазвитием, развитием театра, занимаешься ростом актеров. Я не хочу, например, актеров сажать на амплуа, потому что я сам прошел эти вещи, очень тяжелые, когда ставят на тебя определенный штамп, что ты можешь вот это. И ты вот это делаешь из года в год, из года в год, переходя из спектакля в спектакль, меняя одну роль на другую. но ты не прекращаешь существовать в рамках того коридора, который тебя обозначили. Хотя ты понимаешь, что у тебя есть потенциал шире, но это никому не нужно. Потому что то, что дальше занимают другие, а то, что я пытаюсь сделать с актерами, они с трудом, но идут на это, потому что это, конечно, страшно, но сейчас уже как бы раскручивается, уже три года, сейчас осенью будет, как я возглавляю театр. Они идут на это, когда я их бросаю совершенно несвойственные их психофизике обстоятельства. И эти вещи дают им возможность открыть себя и узнать с той стороны, с которой они не знают, что они это умеют, они это могут. Знаете ли, мать моя не из дворя, она из совсем простой семьи. Она воспитывалась в духе своего времени, напичканной идеями о равенстве, свободе женщины, и питала просто от прощения к браку. И когда отец посвакался к ней, она ответила ему, что никогда не выйдет за него замуж, но согласна стать его любовницей. Он возражал. Но под влиянием страсти принял ее условия. Мы приехали, когда сейчас в Коломну и посмотрели, там состав критиков был практически на 90% схожий, как в Пятигорске. И они посмотрели и вручили Алине за лучшую женскую роль. И критик одна озвучила такую вещь, Елена Груева, она сказала, знаете, для меня, конечно, будет потрясение, потому что я очень хорошо помню Алину в роли Кристины во Фрекин Жюли. Теперь я ее увидела в роли Энесс в Сартре. И для меня это, конечно, это совершенно другой человек. Для меня это событие, для меня это, может быть, если бы она первый раз ее увидела, может быть, актрисе свойственны такие вещи. Алине совершенно не свойственны то, что она делает в Сартре. Это совершенно не ее материал. У нее все сопротивляется. Но так, как она самоотверженно идет, какой был проделан адский просто ее труд, мой труд с тем, чтобы она это воплотила, в результате та работа получилась, которую критики смотрят и говорят, знаете, это огромный шаг вперед. и ей выручают эту премию. И, знаете, я очень горжусь тем, что она смогла это сделать. И другие актеры делают такие шаги. То есть все в театре стараются. Сейчас над новой работой работаю, и я опять-таки бросаю их в те обстоятельства, которые им не совсем свойственны. И мне интересно, и им интересно, и какое-то есть развитие работы над собой. Вот это дает уверенность, что ты занимаешься делом, занимаешься профессией, занимаешься театром, и поэтому все равно. Считают тебя бедным родственником, не считают тебя бедным родственником, приглашают тебя там где-то, не приглашают. Как высказываются? Это частное дело каждого. Самое главное, что ты уверен в том, что ты совершаешь те поступки, которые на благо тому театру, где ты работаешь. Сейчас как режиссер, вы сильно ограничены какими-то возможностями труппы, театра? Год назад мы получили профессиональные ставки, то есть у нас появились актеры. У нас было тогда три, три актрисы официально. Юлия Бакураза, Алина Костюк, Любовь Тювильна, из Самарта, вот Юля и Люба, и Алина из драмы перешли. С этого года, после того, как мы просто, я поговорил с Ольгой Васильевной Рыбаковой, за что я очень, кстати, благодарен, мы получили еще несколько ставочек, и с этого года к нам пришло четыре актера работать. Тоже уже официально. Теперь у нас получается семь актеров. Поэтому, а в спектакле, над которым мы сейчас работаем, семь действующих лиц. Четыре мужских роли и три женских. Все сошлось чудесным образом. Просто все подобрано таким образом, чтобы у каждого, чтобы ни у кого не было простое, чтобы каждый занимался, развивался. в плане трупа неограничен. В плане техническом, да, у нас нету там подъемных штанкетов. Да, у нас нет поворотного круга. Но я считаю, знаете, это здорово, когда ты ограничен в своих возможностях, и ты должен все то же самое эмоционально создать, передать, с помощью образов, художественных каких-то. Это намного сложнее, да, чем навернуть, накрутить, дыма напустить. Все собрались здесь для того, чтобы реализовываться, чтобы открывать себя, открывать новые грани, открывать какие-то горизонты, да, и это не только ездить по фестивалям, а проводить и свой фестиваль, потому что в этом сезоне у нас будет седьмой Всероссийский театральный фестиваль «Помост», который будет проходить с 13 по 17 апреля 2015 года. Уже числа есть, уже репертуар практически сформирован. То есть работаем и приглашать к себе, и ездить, и развиваться имеешь право только тогда, когда ты честно относишься к себе и к своей профессии. Я желаю вам успехов, надеюсь, вы поделитесь с нами всеми своими достижениями. Приезжайте, приезжайте, мы вам очень рады, спасибо большое. Ну, а с нашими зрителями прощаемся, как обычно, ровно на неделю. Оставайтесь на телеканале «Губерния». Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин